В этом мире не так много людей, они склонны вообще серьезно задаваться этим вопросом, серьезно идти по этому пути. Почему? Потому что очень много отвлекающих моментов, очень много различных, казалось бы, важных обязанностей перед этим миром. Дети, родственники, Родина, мир, Вселенная, все-все-все, очень много-много вещей, которым людям нужно решать. И в принципе, это может показаться чем-то очень важным, но если мы глубоко рассмотрим, мы поймем, что это может быть важным, только в определенном ракурсе. Скорее всего, это связано исключительно с поддержанием этого материального тела. Но прежде чем начать, мы так поняли, что не все читали Бхагалагниту, не все знают, что такое махамантра, не все знают, что такое духовная практика. Поэтому, знаете, дальше читаем. Тогда, как это говорится, в Ведах сказано, в Ведах нужно повторять постоянно. То есть, чем больше мы ее повторяем, тем больше понимаем. Поэтому ничего страшного, если кто-то уже знает о всех этих вещах, потому что, как говорится, повторение мать учения. Тем более в духовной науке это очень важно. То есть, мы должны постоянно себе напоминать, потому что один из главных постулатов Священных Писаний, он гласит, что самое главное, что мы должны извлечь из Писания, мы должны всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. То есть, одно положительное, мы должны всегда помнить и никогда о нем не забывать. Почему? Мы можем сейчас его разобрать. Просто вопрос такой, как присутствующие думают, что такое духовная жизнь вообще? Потому что подчас мы начинаем какие-то вещи обсуждать, так как у нас определенные стереотипы мышления связаны с тем, что мы вращались среди определенных людей, определенных личностей, читали определенные книги, смотрели определенные лекции или слушали определенные лекции. И у нас может сложиться определенное восприятие, что такое духовная жизнь, что такое духовная практика. Почему этот вопрос так важен? Потому что, допустим, я очень хорошо помню такой момент, что во времена СССР духовностью считалось это ходить в музеи. То есть, смотреть картины, да, считалось, что это духовная практика. Вот мы считаем, что это не на самом деле духовная практика или духовная жизнь. Но скорее это некое такое эстетическое удовольствие, некое наслаждение чувств, ну, более, скажем так, хорошим способом. Не просто стакан водки выпить, а вот посмотреть что-то красивое, прекрасное, правильно? Вот поэтому такое не стеснятие, просто можете высказывать прям свои мнения, что такое духовная жизнь, по мнению. Что просто понять, в каком ракурсе нам как бы вести наше общение. На самом деле часть духовной практики, она заключается в том, что мы должны немножко расслабиться и просто спокойно общаться. То есть, ну, не стесняться, потому что стесняться, это, как это, лучше жалеть, а сделаем, а не сделаем. Потому что у нас может быть какой-то вопрос очень важный, мы из-за того, из-за своего стеснения не зададим его, и потом мы мучиться. Вот могла бы уже, или мог бы задать, да, и мог бы получить даже какой-то возможный ответ, или подумать над чем-то. Потому что, вообще, этот мир очень удивительный, если мы его начнем глубоко рассматривать, мы поймем, что самое главное в этом мире это идеи. То есть, потому что, если нет идей никаких, то ничего и не будет. Все рождается из идей, все прекрасные вещи, большие, маленькие, все рождаются из каких-то идей. Поэтому, кто как думает? Что такое духовное? Я считаю, что это найти что-то, ну, что-то, ну, скажем так, торжественное внутри себя, и видеть это в других людях. Но вначале нужно найти внутри где-то в себе, чтобы видеть в ком-то. Вот. Ну, в этом форус заключается. Хорошо. А еще кто? Что изменение гордыни на боготальность? То есть, наработка каких-то положительных качеств и отсечения невежества, и отрицательных качеств души. Хорошо. Еще кто-то, что можно сказать? Девушка, не стесняйтесь. Что такое духовная жизнь, как раз на концов? Ну, хорошо. Ну, все, все, можно разные ответы, но просто сама суть, на самом деле, духовной жизни, она начинается с того момента понимания самого главного. Что то, что мы, вообще вся философия вед, вся философия вед, она направлена на то, чтобы понять одну такую простую вещь, как то, что мы являемся вечными живыми существами. То есть, что мы вечны по своей природе. Что мы просто переоплощаемся из одного тела в другое. Ну, ты же тоже как-то надо понять, ну, принять, чтобы ум не стал сопротивляться с этим, потому что когда сидишь, да, там, кого-нибудь, не знаю, просто сидишь, лежишь, как бы, думаешь, что ты там успокаиваешься, медитируешь, потом ум включается, говорит, просто что ты любишь, страдаешь? Иди, иди поешь, иди почитай, что ты валяешься, как идиот, ну, а ты как бы пытаешься, там, что-то найти, вот, успокоиться, успокоиться, там, успокоить внутренний диалог, читать тоже Махамантру, в конце концов, он тоже все равно, он будоражится и говорит, господи, фиг мне страдаешь, иди посуду помой. Займи же делом. Да, что ты валяешься, вообще, без того. Ну, хорошо, просто, мы просто должны сейчас определиться с понятиями, да, понятия, это просто духовная вообще, жизнь, духовная практика, она невозможна без понимания того, что мы вечны, и мы просто идем сквозь время и пространство, и постоянно меняем тела, то есть, и мы, на самом деле, и есть вот эта душа, то есть, не у нас есть душа, а мы сами и есть душа, у нас воскрытие джива, то есть, джива, которая, которая обладает телом определенного, определенного вида на вот эту жизнь. И веды говорят, что существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, в которых живое существо может вселиться, то есть, такие прототипы, скажем так, из них там сколько-то животных, сколько-то растений, сколько-то рыб, там, сколько-то насекомых, сколько-то, и вот 400 тысяч отведено для человеческой формы жизни. 400 различных, скажем так, форм биороботов, там, мы сейчас не разбираем, там, что это за виды биороботов, ну, смысл то, что... И каким образом мы получаем эти тела? В соответствии с кармой? Да. Состоянная работа? В соответствии с кармой, и... Ну, сначала идет в соответствии с нашим желанием, и в соответствии с нашей кармой. То есть, в бухгалагите есть такой стих, что то, о чем живое существо думает в момент смерти, такой тип тела оно в будущем и получает. То есть, ну, просто бухгалагита, она, ну, дает очень краткие афоризмы. Конечно, если расширено, ну, будем размышлять над этим и слушать наших учителей, они говорят, что не то, что человек подумал, а то умонастроение, которое создается на момент смерти. То есть, мы вот живем по жизни, да, что-то делаем в этом мире, как-то наслаждаемся. То есть, у нас, в принципе, смысл какой, что все хотят счастья, наслаждаться хотят, да, в этом мире. Вот и все, ну, из-за того, что люди не знают, что такое подданное счастье, они думают, что счастье – это удовольствие. И поэтому они стремятся как можно больше удовольствия в этом мире обрести. То есть, наслаждаются таким способом, таким способом, что-то им надоедает, что-то нового хочется, да. И вот на момент смерти, ну, мы сейчас говорим об обычном живом счете, который вот в этом материале мире живет, который не задается вопросами своего духовного происхождения. Оно, в общем, у него складывается какое-то вот определенное желание дальше наслаждаться. Помнишь, что Высоцкий пел, да, если жил ты как свинья, там, станешь ты свиньей, там, а если туп как дерево родишься ба-бабом, там, и будешь ба-бабом тысяч лет, пока помрешь. То есть, мы подходим к смерти с определенным умостроением, и прототип тела уже, в принципе, создается. Плюс карма, то есть, мы в своей жизни совершаем какие-то поступки. То есть, если греховные поступки мы совершаем, соответственно, у нас мало заслуха, и у нас меньше возможности получить более благоприятное тело, скажем так, для наслаждения. Если греховные, если благие поступки мы совершаем, то мы можем подняться на более высшие планеты, на райские, там, или еще на какие-то, то есть, ну, или получить более, там, продвинутое тело, скажем так, которое будет способствовать еще большему нашему наслаждению. Вот у меня такой мучительный вопрос, ну, там, все это разгонаться, все дела, когда грузки вынаются. А потом думаешь, хорошо, вот я уже накосячил, вот я курица. Что мне надо сделать такого, чтобы я не ела, я даже в кошку перейдила. Вот, что делает тогда, когда ты уже животное. Вот, как раз, вот в этом вся эта проблема заключается, что наша удача, что мы получили тело человека, да, и если мы это воплощение использовали неправильно, то есть вероятность получить, там, ну, скажем, курицы, кошки, собаки, вот, и тогда, тогда нам придется опять цикл проходить различных видов жизни. Но, с точки зрения вообще кармы, кармы, сама, сами веды, они говорят, что невозможно поместить расцветение кармы Господь. То есть, поэтому, ну, мы над этим обычно не думаем, мы вообще думаем, а стоит ли вообще рождаться опять курицей, там, или чего-либо, или даже по уголам. Есть еще какая-то там история, когда Кришна спас какого-то царя, который весь был такой мега благостный, и потом тоже накосячил, и кому-то там вместо двух царя подарил одну, ну, вообще какая-то там такая история, да, а тот взяли и упрокли, ну, за что, ну, он же это классный был. И ящерицы его, вот он первый сидел, кажется, ящериц, и пока тот не пришел, его не спас. Ну, ну, что за дела? Мы не спрями, вбьем. Ну, на самом деле, это очень естественная история, если мы ее не будем рассматривать абстрактно, ну, то есть, как что-то с кем-то в далеком времени с мужу, и мы думаем, что там должно быть... Какое все это должно быть? Что должно быть? Ну, вы представьте, вот мы живем в нашем обществе, да, там, допустим, и мы кому-то что-то пожертвовали, да, вот, и потом это нам каким-то образом вернулось, и мы это отдали другому. А тот первый пришел и говорит, у него, естественно, и мысль, что ты у него украл что-то. Да, он подарил одну, одному барахману корову подарил, она убежала от него. И он, а я на виду, вот к нему, и он его потруднил. Да, там, говорит, ты его тебе забрал, ну, забери 10, господи, да, так далее. И он подарил другому барахману, а тот первый шок, он там увидел, и второго, ты говоришь, одну и ту же корову два раза. Какой с ними бракман после этого? Ну, вот, а тоже, видите, одно столице есть. Вот там такая история, что какой-то из этого бракма, и все это досталось для этому целю, который у всех не любил и делает. Оставляешь лиц? Говорю, мать тебе 10, а тот говорит, нет, не хочу, да не молю корову. Ну, скорее, скорее, эти истории, ну, они созданы для того, чтобы мы, по крайней мере, задумывались, как это все действует. По крайней мере, просто смотрите, ну, сам Шримад Багу, там, если это, ну, это Шримад Багу, по-моему, история там записывается, он начинается с того сведения, да, где говорится о том, что это произведение можно начать читать с любой песни. Вот. Но потом рекомендуется начать с первой, постепенно, шаг за шагом, прочитать все-все-все-все песни. И поэтому смысл какой? Смысл заключается в том, что мы постепенно, постепенно, читая эти произведения, общаясь с преднами, слушая наставления Гуру, совершая какое-то служение, подошли очень к четкому пониманию вообще о своем собственном предназначении. Потому что, на самом деле, кстати, ящериц, это гораздо проще, чем описано в этой истории. Вы понимаете, ну, это просто смысл начинается с того, что мы здесь собрались, на самом деле, смотрите, город большой, в принципе, да, Симферопа, сколько тут? 1400, наверное, живет, да? 350-380. 350-380, да. Но здесь сидит, сколько тут, человек 15-20, в принципе, да, которые заинтересовали чем-то, о чем думают остальные люди? Они, в принципе, даже не знают никаких ящерицах, собаках, они просто живут, пьют водку там или там наслаждаются как-то, каким-то способом для того, чтобы потом, в конце концов, умереть, правильно? То есть смысл заключается в этом, что люди даже не задумываются об этом. и благая удача, если живому существу ему посчастливится соприкоснуться хотя бы с такой историей о ящерице, да, что, ну, я просто помню, когда я столкнулся с этой историей давно уже, одна из первых историй, с которой я столкнулся, она меня удивила, как-то тоже так думаю, странно, вот, что-то получил тело ящерицы, но то, что, допустим, я в тот момент времени задумался или размышлял эту историю, она уже сдвигает наше сознание в сторону вечности. То есть она уже, ну, начинает нам эту историю где-то в глубине нас, начинает жить и объяснять нам, что на самом деле не все так просто. Я просто часто повторяю, когда вот, ну, начинаем общаться с людьми, особенно с новыми, что, допустим, я жил, мне было 24 года, я же знал не Кришну, вообще ничего не слышал, ни о Ведах, ни о том, что мы переселяемся из жизни, что мы живем, перевоплощаемся, идем по этой жизни, там, мы живем в какой-то обычной греховной жизни. Потом у нас, в какой-то момент времени, мне попадается Бхагавадгита, я начинаю читать, и почему я не понимаю, что все эти 24 года я просто бессмысленно провел в этом мире, то есть я занимался каким-то бредом просто, да, единственный смысл этой жизни понять, что это именно бред, что так жить больше нельзя, нужно что-то менять в этой жизни. И поэтому все эти истории, все эти моменты, они призваны на самом деле пробудить нас, как духовных живых существ, потому что мы начали разговор о том, что такое духовная жизнь. Духовная жизнь, она начинается с такого простого понимания, что мы есть вечное живое существо, которое просто идет сквозь время и пространство. Это кажется, что это просто, как бы, да, мы сейчас послушаем, да, мы в это поверили, но мы сейчас выйдем, да, пойдем каким-то заниматься обычными делами, просто забудем об этом, да, мы будем все равно думать о том, как поддерживать это материальное тело, где заработать деньги, как это платить за газ, как за свет заплатить, да, там, как там детей накормить, еще что-то там, как с начальником на работе поговорить, или с подчиненными с твоими поговорить. Ну, у нас куча-куча рутина нас засосет. И это будет продолжаться день за днем, день за днем, день за днем, и фактически тогда жизнь, она рано или поздно просто закончится. Вот, и есть высказывание такое очень замечательное одного из наших классиков, Николая Островская, который говорил, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потому что, ну, фактически, если живой ствол к концу жизни приходит с моментом, что вся жизнь коню под хвост, то, значит, оно бессмысленно просто провело свою жизнь. Я вот часто просто людям рассказываю эту историю. Один из первых моих наставников был, он рассказывал про своего дядю, который был каким-то политработником, там, где-то в государственном аппарате, у него была правительственная дача, правительственная машина, то есть хорошо упакованный человек такой, у него, в принципе, по тем меркам коммунистического общества все было, да, и он, в принципе, мог спокойно наслаждаться этой жизнью. Вот, и когда ему было, там, лет 70 или 80, он уже умирая на смертном озере, так сказать, он подзывает своего племянника, говорит, Володя, племяш, говорит, подойди, говорит, что-то хочу сказать тебе. И Володя подходит, наклоняется, он говорит, ты знаешь, говорит, племяш, вся жизнь ханю под хвост и умер. И стал пулицей. Ну, кем он стал, сложно сказать, потому что, скорее всего, правильную жизнь он не вел, потому что жизнь была завязана коммунистическому обществу исключительно на попытке, как бы, выжать максимум наслаждения из общества, да, из себе подобных. Тем более, если учесть то, что люди вообще никаким принципом не соблюдали, потому что было такое очень демоническое общество. Поэтому наш смысл – это задуматься, что такое духовная жизнь, что такое духовная практика. И сегодня… Нету, да? Потом. Ну, может, какие вопросы пока вот, чтобы я никак бы не заговорил. Что такое жертвование? Жертвование смысл? Вот вы говорили, пожертвовал кто-то что-то, потом, может, сожаление какие-то появились. Что это такое смысл слова «жертвование»? Я говорил про пожертвование сейчас. Я, что-то, по-моему, ничего не говорил. Ну, ладно. Хорошо. Смотрите, что это касается… Извините. Нет, просто в каком контексте я не могу вспомнить. Ну, что у них там люди приняты? Ну, это в принципе описано, что нужно от своего дохода 10, ну, 10 процентов вкладывать куда-то, куда-то, ну, пожертвование. Приносить, вот, просто раздавать это. Ну, в каком состоянии это нужно делать, вот, например? Ты же не будешь так вот ходить и разменял, например, сто рублей, да, по 10 рублей, да, и всех давай там, шшшшшш. Ну, вот смотрите, что касается пожертвований, да, если я что-то взяла. Жертвовать, вопрос в том, зачем? Ну, зачем и кому, вот как вот это все? Нет, не концептуально, зачем жертвовать нам самим, зачем нам нужно кому-то жертвовать? Ну, как, помощь, да, у них даже этих бедных любят за это, то, что им можно нас, там, лоб, пиар, может, это такое. Нет, нужно понять, что, ну, как жертвовать, так и принимание пожертвования, это все равно нахождение в рамках этого круга самсара материального мира. Понимаете, что делать, то есть, жертвуем, ну, мы просто, как правило, зарабатываем хорошую карму. Ну, вот как нужно это делать, умеешь, чтобы оно действительно было хорошее? Всегда за нашими действиями лежит мотив, то есть, мотив ради чего. То есть, мы постоянно обсуждаем такой вопрос. Кто такой святой? Вот чем, допустим, отличается святой человек от материалиста и, допустим, человек, который занимается духовной практикой? Три разных личностей, да, вот чем они ближе, а вот, давайте возьмем, кто такой материалист? Ну, он, что не ближе. Воплощенный материальный тело. А? Воплощенный материальный теле. Ну, воплощенное тело, это просто показатель того, если человек получает материальное тело, значит, он уже материалист, правильно? Да. То есть, зрение. Ну, чем его качество в этом материальном мире выраженное, включая то, что он получил материальное тело? Ну, достаточно. Скажите, пожалуйста. Он живет материальное тело. Ну, достаточно. Ну, а что такое материальное тело? Ну, в доме, в машине. Я не знаю. Ну, вы понимаете, он живет, думая, что весь мир предназначен для того, для него удовлетворение. То есть, этот мир, он предназначен для него. Ну, фактически, он стяжательный, это прибитель этого мира. То есть, он рассматривает все объекты этого мира. Как мое. То есть, я, мое, то есть, он весь мир закручивает вокруг себя. Он думает, что все предназначено для машины, там, это все, это атрибуты. Но он думает, естественно, что предназначено все для меня. Немножко расширено это для моей второй половины, там, для моих детей, для моей семьи, там, да, для моего горла, для моей страны, да, для моего мира, да. Ну, это уже пока, чем мы видим. Для моих вселенной. Ну, это такая высшая форма эгоизма, когда люди живут для моей вселенной. Вот, ну, не суть. Чем отличается от материалиса святой? Тем же, тем-то, он уходит в последние 7-40 лет, чуть не простой. Ну, просто тоже такая ошибка, что все люди рассматривают, что святой, это кто ничего не имеет и ничего не хочет иметь. Нет, причем, уже свое внимание, да, там, свою доброту, заботу, это уже как-то есть. Ну, если мы берем, ну, как бы, антипод, да, допустим, материалис, это тот, кто живет для себя, то святой, он живет... Да, для святого. И в первую очередь, для Бога. То есть, допустим, Иисус Христос, он дал две заповеди, вот, любить ближнего своего, да, но первую заповедь он сказал, вот, люби Бога, больше, чем сердце. Потому что он видит, может, он видит во всех, и поэтому, опять, повидит. Да, сначала... Потому что она такая возмущается. То есть, сначала идет первый заповедь, возлюби Бога всем своим сердцем, потом идет второй заповедь, возлюби ближнего. Эти заповеди, друг без друга, они, как бы, не действуют, на самом деле. Невозможно любить Бога, не любить окружающих живых существ. Невозможно любить окружающих живых существ, служить им, да, и не служить Богу никак, никак не любить Бога. Знаете, что я делаю? И святой, он весь этот мир, все предметы этого мира, все достояния этого мира. Допустим, для чего нужен интернет? Для чего нужно кино? Для чего нужны машины все эти, да? Люди скажут, как для чего? Ездить, наслаждаться, получать информацию, да? Но, на самом деле, все эти вещи, они нужны только исключительно для служения Богу. Представляете? Собрались. То есть, ну, смотрите, сколько у нас осталось 20 человек. Целых 20 человек в 300 тысячном году. Ну, опять же, мы не святые, нужно понять тоже, это тоже момент. То есть, мы рассматриваем две крайности, да, материалист и святой человек. Святой человек, он не может по-другому, он 24 часа в сутки рассматривает этот мир и свою энергию, как предназначенный исключительно для служения Богу. Все, что есть, все, что он видит, он пытается занять в служении. Интернет, машины, какие-то средства массовой информации, искусство, все это он задействует в служении Богу. А практикующий человек, это человек, который в какой-то момент времени, он осознал, что он просто больной. Понимаете, что я вам? Мы живем, я просто по себе это скажу. Вот я в какой-то момент времени, когда открыл богословит, 24 года у меня было, да? В 92-м году это было. Я осознал, что я просто болен, на самом деле. Просто болен вот этим болезнью, материализм и истяжательством. И что нужно просто лечиться, на самом деле. Понимаете? Лечиться как? То есть, тогда начался поиск, я начал читать духовные книги, писания, там, искать что-то. А мы кого-то искали, общение какого-то. Встретил гуру на своем пути, получил инициацию, получил инициацию в духовную практику. Вот. И мы начали сегодня просто наше общение с того, что в Веркали-Юге никакие практики не работают, нет другого пути, как совместное учебание святых именов Бога. То есть, и мы начали с хренам с амфиртами. Как Вы почувствовали, что это Ваше учебное? Как Вы почувствуете? Часает. Ну, это были Ваши первые учебные, сразу или как? Вот как Вы почувствуете, что это именно Ваше учебное? Понимаете, в чем дело, вот есть такой момент, в Ведах есть такая слога, что Кришна, Господь, Он приводит Гуру. А Гуру открывает, это личность, и Кришна. То есть, пока не увидишь внутри себя. То есть, Гуру в первую очередь находится в нашем сердце, это Чайки Гуру. То есть, он всегда присутствует с нами. И этот Гуру, он ждет, когда в нас проснется искреннее, искреннее, чистое желание жить духовной жизнью. Понимаете? Пока у нас нет желания жить духовной жизнью, а есть желание, то есть, в этом мире какие-то вещи производить, там, с какими-то вещами наслаждаться, не будет никакой встречи с Гуру в огне. Вот. Но когда у нас появляется это желание, у нас появляется искренняя молитва, на самом деле, что нам это необходимо. И тогда Господь начинает отвечать. И Он отвечает, ну, Он же личность, понимаете, что дело. Он, причем, обладающий безграничными возможностями. То есть, поэтому услышать голос души, даже такой, как маленький, как мы, да, искренний зов души, что она хочет жить духовной жизнью, для него вообще никакой проблемы нет. И Он поэтому отвлекается. И Он создает такие условия, что Он организовывает встречу с Гуру в огне. И когда мы встречаемся с Гуру в огне, у нас не стоит вопрос о том размышлении, как Он ходит, там, красиво Он говорит, там, или некрасиво говорит. Для нас просто очевидно и понятно, что это наш Гуру. Мы принимаем у Него прибежище, принимаем у Него инициацию, получаем посвящение в духовную практику какую-то, для того, чтобы дальше практиковать духовную жизнь. Но к этому... Как вы сейчас знаете, как вы сейчас знаете, или вообще, а он тебя без нового вообще лучше? Уже вот его не нужно вычислять. Нам нужно захотеть в действительности, по-настоящему, трансформировать свою жизнь духовную. Вот это желание, только оно приводит нас к подлинному Гуру. Все остальное будет возможно, неким обманом, и приведет нас к подлинному Гуру. Чего прокладывал в Ахтидант Свами? У него, он очень часто повторял такую вещь, что если мы сами себя не обманим, нас никто не обманет. Понимаете, это фраза странная, да, казалось бы, как это так, да, нас любой может обмануть. Но на самом деле, так, если мы глубоко умедитируем на этой фразе, то мы поймем, что нас возможно обмануть только тогда, когда мы хотим быть обманутыми. То есть, когда мы хотим каких-то грубых или тонких вещей этого материального мира, да, и мы, естественно, на уровне подсознания ищем ту личность, которая бы обосновала все наши грехи и пороки. И Господь нам вошлет именно такой личность, которая скажет, да, ничего страшного, там, кури, там, и занимается там духовной практикой. Есть там куча духовных практик, которые связаны с материальным наслаждением и не выдаются за духовные практики. Очень большая куча. Поэтому вопрос, ну, встречи с гуру является только одна, наша искренность и подлинное желание жить именно духовной жизнью. Если это не подлинное желание и желание жить с каким-то изъяном, да, то нам, соответственно, и гуру будет с изъяном. Поэтому, ну, что делать? Нам остается заказно молиться, чтобы Господь нас... Идем по этому пути, по пути, чтобы мы не имели посторонние мотивы в этой духовной практике. Вы, может, еще какие-то вопросы? Можно? Мы могли бы объяснить, ну, ваше понимание, а ты живешь. Какое ваше понимание? Просто есть разные понимания. Кто-то говорит, что это из прошлой жизни, кто-то говорит, что это как во сне приснилось. Ну, разные моменты. У меня тоже есть свое собственное понимание. Ну, просто не хотелось бы спекулировать. Вот, есть момент, что в прошлой жизни есть похожие ситуации, просто мы проживаем в этой деятельности ситуации. Бывает, что во сне нам что-то снился, и сон повторяется. Но это как предупреждение? И как на это реагировать? А как надо бояться? Или как это на относится? Или как это значит? То есть, значит, что... Ну, понятно, что дело... Все эти вещи, ну, они имеют место быть. Я просто, ну, допустим, когда пришел вот так вот первый раз в храм, вот у меня... Ну, в первом храме, в котором я жил, в Макфе, в Сухаре там жилось 180 человек. Я этих людей вообще не знал. Вот, и у нас был такой момент, что, ну, махамантру мы читали вместе в алтарной. Я вот читал мантру, ходил по алтарной, я смотрел первовременно на людей, на преданных. Мне было такое ощущение, что я их всех знаю. Я не могу... Я просто точно знал, что я в этой жизни их не встречался с ними. Понимаете, я... Потом, когда уже в Макфе, кстати, с преданных, то есть такое ощущение. Я просто знаю, что... Вот, встречаешься с людьми, ты знаешь, что с этим человеком я знаком. Но я не могу понять, почему. Я знаю, что в этой жизни я не мог с ним встречаться никак. Но я знаю, что я его знаю, допустим. Такая ситуация. А когда события были? Вот когда предсменились, и как будто это уже было в этой жизни, это как предупреждение. Как это называется? Ну, тут сложно сказать, предупреждение, или как бы напоминание, или просто какой-то сон, какая-то картинка, просто какой-то файл всплыл. Ну, тут понятно, что у нас ум, он, понимаете, загружен всякими файлами, информациями. Мы когда-то в детстве какие-то в картинке видели, понимаете? Ну, тут понятно, что даже люди, на самом деле, похожи друг на друга. Прототипы. Я вот по часу езжу, потому что много приходится нам ездить, да? Мы едем, и вот сидишь в зале, смотришь на людей. Вот, по-моему, я там этого человека вчера видел только, а город там, может быть, за тысячу километров, невозможно, что этот человек приехал тоже через тысячу километров. Я, честно, спрашиваю людей, говорю, а вы вчера им случайно не были? Я помню, в Оренбурге был такой случай яркий. Сижу, были в Сочи, на самолете прилетели в Оренбург. И сидит девушка, точно вчера она была, я говорю, правда, вчера в Сочи не были? Она говорит, нет, я говорю, здесь живу. Я очень пьел. Но люди просто вот, ну, очень похожи наше собой, на самом деле, даже поведением. И сами, ну, события, которые происходят в нашем мире, они на самом деле имеют, ну, одинаковую структуру. То есть все одно и то же, на самом деле, нет ничего нового. Просто немножко разные декорации. Если мы начнем изучать историю, да, там, ну, скажем, все сценарии, они уже прописаны, начиная с Махабхара. Махабхара – это вообще один общий, глобальный сценарий, вообще, этого мира всего. То есть все события, которые там происходят, вот эти политические разборки, такие разборки, такие действия, какие-то романтические истории, они же все повторяются везде. Постоянно, на самом деле. Просто в разных декорациях оформляют и представляют как новую историю. А ничего нового нет, на самом деле. Ну, если сценаристы, они пишут, они пишут, ну, там, говорится, что основных девять сценариев всего есть у фильма. Просто немножко разные перестановки делают и все, и кажется, что что-то новое. Поэтому вот эти штуки, как дежаню, просто это, на самом деле, ну, они естественны, на самом деле. Они для чего-то же нужны, раз они есть. Ну, это наша просто... Подсказка, понимаете? Подсказка, восприятие наше. Но, смотрите, смысл совершенно с другом. Смысл заключается в том, чтобы понять, а в чем же подлинный смысл в человеческой жизни? Понимаете? Мы должны задуматься только над этим. Каков смысл? Вот и думать, на самом деле, об этом постоянно. И, если мы поймем, ну, предназначение вообще для того, чтобы понять смысл в жизни, нужно понять вообще, кто вообще мы, что мы в этом мире делаем. Как мы вообще сюда попали? Потому что, знаешь, что этот мир, он, ну, всего одна четверть от творения Господа, говоря, ответ, да? Три четверти живых существ живет совершенно в другом мире, в духовном мире. Мы здесь находимся на самом деле в тюрьме. Ну, образно говоря, да? Большинство живых существ, они сияют в тюрьме, даже не знают о том, что сияют в тюрьме в своей индивидуальной камере, которая называется этим телом. И даже не задумываются о том, что из этой камеры пора убираться. Просто живут всю жизнь они живут, живут. Потом раз там пришла смерть, дали другую форму содержания. Зависит от того, как вели в этой жизни. Вот там, ну, понимаете, что делать? Нам нужно уделять внимание всем дежавю, всем наведениям, и все эти. Мы просто запутаемся во всех. хоть мы должны определиться вообще, а зачем мы сейчас? Что делать сейчас? Потому что нужно понять, что у нас время и энергии не так много, на самом деле. И почему мы всегда людям говорим? Вот если вы услышали о том, что нужно заниматься духовной практикой, начинайте прямо сейчас, пока молоды. Потому что, когда будем старые, будет поздно. Потому что сил уже не будет. Не будет ни времени, ни сил, будет. Кажется, что люди думают, а, ну, это монах приехал, он хорошо тут и нарассказывал всего, да? Ну, у меня же столько дел, столько еще возможностей понаслаждаться в этом материальном мире, да? Вот чуть-чуть попозже, там, еще лет 10, я понаслаждаюсь, а потом-то займусь духовной практикой. Пройдет 10 лет, мы скажем, ну, еще чуть-чуть, потому что энергия еще, еще чуть-чуть, еще 10 лет пройдет. А потом, какое-то мое время, мы посмотрим в зеркало, увидим, там, старую бабку, как бы, и скажем, е-ба-па-па, жизнь прошла, короче. Вот, может, сейчас начать Харикришна читать, а сил уже нету, просто, какого, потому что уже печень не работает, не работает, уже просто в Каматозе люди лежат, и сериал ходят, и смотрят, там. Понимаете, о чем речь? Поэтому, нужно, ну, сейчас вот думать, причем, понимаете, что делать? Ну, допустим, нам вот мы ездим, проповедуем, да? Ну, будет кто-то жить духовной жизнью или не будет, это, ну, с абсолютно точки зрения, ну, не будет никакой разницы иметь. Нас это волнует только с точки зрения вдохновения. Понимаете? Потому что санкиртона, она подразумевает, потому что, вот чем мы занимаемся, допустим, какой мы вообще имеем доход со всего этого, да? Потому что, мы пришли, допустим, мероприятие бесплатное, да? Ну, что мы с этого имеем? Ну, по большому счету, оно бесплатное, но почему оно бесплатное? Потому что никто не способен заплатить нужную цену. Потому что, что, взять тысячу-две за бессмертие, ну, это как-то глупо будет, правильно? Потому что, сколько стоит бессмертие вообще? Потому что, мы же говорим о бессмертии, понимаете, мы не просто о каких-то там вещах говорим, ну, эфемерных, мы говорим о том, что по-настоящему ценны. Бессмертие, оно бесценно, на самом деле. А мы занимаемся духовной практикой и вовлекаем в эту духовную практику других. Потому что, чем больше мы людей вовлечем в совместное воспевание, в совместное обсуждение этих духовных вопросов и прославление Бога, тем, как бы, все большие блага обретут именно в духовные блага. Некористное, ну, оно просто естественное. Просто, когда мы прославляем Бога, когда мы общаемся на эту тему, мы сами вдохновляемся, другие люди вдохновляются. И так, еще один день прожить не зря, на самом деле, понимаете? И поэтому, йога, йоги в дороге этот мужчина спросил, что знаешь, йогу, там что, асаны там, типа, в дороге делают. Не, мы йогой занимаемся, общаемся с людьми на божественную тему. Мы обсуждаем природу Духа, природу Бога, природу общения с Ним, природу усыновления взаимоотношений с Ним. То есть, очень интересные вещи, на самом деле. И в этом смысл жизни обретается, что мы понимаем, что мы вечные души и наше предназначение жить подлинной духовной жизнью. Но проблема в том, что большинство живых существ этого мира они забыли о своем предназначении как души. И даже не то, что забыли, а многие даже и не знают, что за предназначение. А если мы будем сами себя глубоко изучать, сами глубоко себя рассматривать, вот каждому сейчас задумайтесь вообще, что нам в жизни приносит наибольшее счастье вообще. анализируя просто свои поступки в этой жизни, что наибольшее счастье принесло нам в нашей жизни. Какой поступок, какого вида поступок принес нам наибольшее счастье. когда мы что-то жертвуем, когда мы отдаем что-то, когда мы бескорыстно что-то делаем. Почему? Потому что мы энергия. И наше предназначение как души, как энергии это служить, отдавать. Причем не просто отдавать, служить из категории справедливости или того, что мы боимся, чего-то. а из категории любви. Понимаете, что делать? Допустим, мать, общий пример всегда приводится, мать, она служит своему ребенку. Что она служит, из какой мотивации? Он просто любит ребенка, и все. Когда парень с девушкой встречается, девушка с парнем, ну, первые моменты, почему они друг другу готовы цветы дарить, улыбки, внимание, друг другу пропускать вперед, ухаживать. Почему? Потому что естественное чувство желания жертвовать просто так, бескорыстно, не желать ничего в обмен. Просто когда, потому что это мир материальный, дальше, когда мы сталкиваемся с обманами, мы как бы начинаем от всего этого отгораживаться и начинаем вокруг себя стены разводить. Почему? Потому что этот мир, он связан с эксплуатацией. И мы, как душа, хотим служить, а так как сталкиваемся с эксплуатацией, мы не хотим уже служить и думаем, что это обман. А это не обман просто, наше предназначение служить, но служить кому? Даже служить Верховной Личности. И когда мы начинаем пытаться ей служить, Верховной Личности, тогда все приходит в гармонию. Просто когда мы, пока мы обгораживаемся и не думаем о Боге как о Личности, тогда он и не имеет возможности нам явиться как Личность. Тогда все приобретает такое неперсональное понимание, и люди такие становятся ко всему безразличны, и к друг другу безразличны. Особенно в больших городах это сейчас ярко проявлено. В Москве, вот я просто родился в Москве, да, я просто прожил до 30 лет, я не знал, кто у меня сосед живет. Я узнал, кто у меня сосед, когда он встал, ставил вторую дверь, я вышел с него познакомиться. Понимаете? Ну, просто такой город, представляете, никто никого не знает. Сейчас живем в Сухуме, допустим, там люди все друг друга знают, там все общительные, там ходят, общаются, там если с кем-то не пообщаешься, а не обидеться, как бы он все врагом всталит. Ну, это не суть, это просто разные проявления материальных реальностей в этом материальном мире. Но суть заключается в том, чтобы понять, что мы душа и наше естественное желание это служить. Служить, но служить Богу на самом деле, служить божественному флангу, служить божественному реальному. И когда мы начинаем служить божественному реальному, вся жизнь приходит в гармонию. Когда мы уже не можем и окружающих людей игнорировать, тогда мы естественным образом хотим с ними общаться, хотим им тоже что-то помогать. Но помогать не просто какие-то колбаски, дарить какие-то бонусы, которые связаны просто ты мне, я тебе, а подарить что-то ценное на самом деле. Многие люди очень искренне спрашивают на самом деле, а вот детям помогать, инвалидам помогать. Но это хорошо, если на сегодняшнем уровне вы чувствуете, что это действительно духовное действие. но просто если вы будете делать это постоянно, вы придете к моменту такого понимания, что не всегда благие деяния, они в рай идут, скажем так, скорее благими намерениями дорога в ад выстилана. То есть не всегда было приятно раздавать людям какие-то вещи, они просто еще больше деградируют этих вещей. Поэтому мы понимаем, что самое большое, чем мы можем с людьми делиться, это духовными реализациями. И наш Городев, он всегда говорил, ребята, мы должны практиковать и проповедовать. Просто когда мы практикуем, это не так страшно, что мы не понимаем каких-то очень возвышенных запредельных вещей. Достаточно того, что мы понимаем на каком-то уровне. И вот этим уровнем, на котором мы искренне что-то понимаем, мы обязаны делиться с нашими близкими. Тогда это будет подданной жертвой, на самом деле. Именно духовными реалиями. В категории. А если они не сильно хотят это принимать, то это же не надо навязывать? Просто если это близкие люди, они нам естественным образом близки. То есть мы к ним привязаны. Пускай даже на материальном уровне. И тогда, если мы действительно искренне их любим, мы должны просто заниматься такой медитативной работой, мы думаем, а как им это донести? Потому что мы раз начали агрессивно им проповедовать, что-то там, вот, предатель Кришни, уберите мясо из холодильника, там еще что-то. Они взяли, обиделись как бы и закрылись. Вообще там. Вот. И поэтому мы должны постоянно искать способы. Одному книжку там подарить, одному продать ее. А кому-то так сказать, кому-то так сказать, кому-то вообще ничего не говорить. От кого-то отгородиться нужно на какое-то время даже, чтобы человек задумался. То есть, всегда нужно идти способы. И всегда любое общение, любое общение, оно имеет индивидуальную природу. То есть, все равно будет ситуация разная. То есть, с разными людьми по-разному будет происходить. Потому что нужно понять, что мы все, все индивидуальные живые существа. у нас своя какая-то и свои собственные и индивидуальные отношения с Богом непосторимые. Вот наш отчарь русской миссии Шимов Абадут Махараджи любит говорить, что у Господа есть индивидуальный план спасения каждого живого существа из этого мира. То, что мы здесь сидим, это не просто так. Там скажем, что у Грудео, у нашего Шима Бахти Сундара Бовинаде в Гасая Махараджи ему как-то задали такой вопрос в 2006 году. Такая очень известная лекция была. Мы задали вопрос, каким образом мы вот эти незначительные по своей сути грязные живые существа соприкоснулись с такими возвышенными идеями. Потому что если вы скажем соприкосились с этими книгами, которые Шилашидаром Хараджи Драговинаде в Гасая Махараджи почитайте о чем там написано. Вы просто поразитесь насколько там возвышеннейшие вещи рассказывают. Когда читаешь эти вещи думаешь а вообще каким Богом вообще мы этим имеем. Потому что очень такие. И Грудео он сказал понимаете во-первых всегда есть такой момент как милость Гуру. То есть Господь Он потому и велик что Он может даже на самых падших пролить безграничную милость. Он может дать самым падшим живым существам величайшее достояние. Но еще говорит не так все просто. На самом деле чтобы прийти к этому пониманию нужны тысячи миллионов воплощений на пути духовной практики. Он говорит вы в прошлой жизни уже все пяти мест совершали все видами мистической йоги уже занимались все святые места обходили голодали постили сделали то делали это куча куча всего вещей миллионов воплощений ксоят и жизни для того чтобы прийти соприкоснуться книгами открыть и все понять мы не говорим чтобы мы понимаем но какое-то восприятие того что это величайшее настояние у нас есть если нет этих эпитимий в предыдущих жизнях мы даже откроем и не понимаем что там написано и обычно люди считают что-то так сложно закрываем и мы пошли своими делами заниматься это не говорит о том что люди плохие просто они прошли находятся на определенном уровне развития все живые села находятся в разных пластах и не стыдно находиться там где мы находимся термин такой санскридский самбанха наше отношение с Богом на сегодняшний день каковы они на сегодняшний день где-то какое-то восприятие есть где-то его вообще нет что-то нас побудило прийти собраться пообщаться послушать махамандру поверить что это действительно что-то замечательное и в конце концов открыть книги почитать и увидеть или послушать лекцию духовного учителя и услышать некие замечательные вдохновляющие вещи и по крайней мере даже если мысль родится о том что надо изменить что-то в своей жизни это уже замечательно и очень часто просто мы общаемся с людьми и такой вот момент практически везде такой расскажешь все люди вдохновляются 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 а потом какой-нибудь голос откуда-нибудь заднего ряда ну мы-то поняли что это круто ну как нам к этому ко всему сойти мы же обычные люди у нас работа семья дети нам некогда всем этим заниматься что нам делать это вы говорят монахи живете в храме вам хорошо уже есть возможность заниматься духовной практикой но на самом деле это самая большая ошибка что монахов их мало почему потому что это так же как работа у нас просто работают 5-10 человек которые занимаются проповедью этим должен кто-то заниматься остальные люди могут тоже заниматься духовной практикой но находясь там где они находятся не обязательно одевать афрановую одежду скажем так не обязательно наберется на волосах надо жить там где жить просто принести свою жизнь хотя бы немного духовно вот Кусуд Махараш он собирался сюда приехать с нами к сожалению пришлось уехать в другое место он почти всегда говорит вы должны просто свою жизнь принести хотя бы носите хотя бы минут 15 в день по утрам повторять Харе Кришна Махамаду вы увидите что ваша жизнь уже начнет меняться очень кардинарным образом просто не нужно не нужно уходить от этой жизни а нужно просто в эту жизнь добавить божественную потому что в конечном итоге в конечном итоге мы вначале говорили о святом да святой это кто берет и задействует все предметы этого материального мира в служении Богу почему он задействует потому что он не видит что этот мир материальный он видит что этот мир весь в трансценденте и весь этот мир он приближит к Богу и весь этот мир он совершенно духовен по своей сути все живые сестра тоже вокруг все они полностью духовные единственное что не хватает это просто направить свое внимание в центр к Богу поэтому говорите что существует богоцентрическое общество допустим если вы поедете в Индию во Вриндау на Вадгриф в Заганат-Хокуре вы увидите что вся жизнь этих людей она крутится вокруг каких-то храмов то есть они не могут там утром встать и не зайти в храм они прежде чем на работу пойти они приходят на полчасика в храм кланяются молятся идут работать бизнесом занимаются огородом занимаются кто чем потом пришел вечер они пошли пришли опять полчасика помолились но у них мотивация какая что это главное что у них в центре стоит Бог понимаете а у нас людей даже такое знаете вот ну когда людям рассказываешь о том что пищу надо предлагать Богу люди в наше время думают что это как-то абсурдно алтарь на тарелочку ставить на алтарь бормотать какие-то молитвы колокольчик кажется абсурдно а для людей дхамы святого места для них абсурдно не предлагают пищу Богу они не могут понять как можно сесть поесть и Бога не накормить перед этим понимаете что дело а если мы возьмем даже нашу Россию изучим то еще сто лет назад не было такого момента что люди садились за стол и молитвы не читали какой-то там Отче наш сущий на небесах да святится имя твое то есть люди все это знали на самом деле сейчас просто забудут поэтому наша задача как бы себе напоминать и других вдохновлять на все эти вещи хорошо у меня друг он не смог сегодня прийти на съемках на съемках фильма он меня попросил чтобы я задал два вопроса я вам их задам вот может быть попытайтесь ответить на них если получится ответим как прийти к смысл жизни как найти свой смысл жизни и второй вопрос как найти мотивацию побуждающую к духовному действию как найти мотив если второй вопрос откладывает то мотивация самая сильная приходит в результате общения то есть в результате общения с духовными людьми наша мотивация вообще вся духовная жизнь духовная практика она строится исключительно на мотивации просто то на чем мы замотивированы то есть если мы живем для себя то это материальная мотивация если мы живем для бога то это духовная мотивация если мы живем для окружающего мира это может быть духовная мотивация а может быть материальная мотивация но духовная мотивация она связана именно она приходит в первую очередь от встречи именно с подлинными святыми и нужна удача для того, чтобы встретиться с такими личностями а удача, как мы сейчас говорили девушка, она рождается из искренней молитвы, из желания в жизни, в полной жизни если у нас нет удачи встретиться с духовными личностями но мы задаем все эти вопросы значит уже какая-то духовная мотивация есть поэтому если у человека нет возможности встречаться со святыми он должен начать молиться в сердце, чтобы Господь послал ему такое общение то есть когда общение придет тогда все гораздо проще потому что если нам повезет в этом а первый смысл жизни как к нему прийти, как найти свой смысл жизни для чего живешь интересно то, что в связи с этим Сильва Бахтинод Такуру сказал, что на самом деле для чистой души для чистых душ смысл жизни одинаковый то есть он ничем не отличается он различается в этом материальном мире Бахтинод Такуру входит такое понятие как смешанный разум то есть все философские системы которые в этом материальном мире существуют все реалии которые в этом материальном мире существуют они связаны со смешением нашего чистого разума духовного разума с материальными объектами этого материального мира и мы ищем мотивации каким образом связать и поэтому они не чистые по своей сути но сама душа по своей сути она чиста и у нее одна только одна мотивация духовная и эта духовная мотивация она связана с тем чтобы с любовью служить Богу вопрос как служить это другой вопрос потому что это как раз уже кроется между ющ fasting потому что она будет служить каким-то определенным особо образом в связи ну такой термин есть сосреди свạo councils то есть в соответствии со своей духовной природой изначальной но для того чтобы прийти к своей духовной природе мы должны заниматься духовные практики вот раз то есть и этот момент приход дsek то есть мы сначала должны молиться о духовном общении, если его нет обрести духовное общение получить инициацию в духовную практику мы говорим сейчас опять же о личности которая не святая которая находится на уровне что она поняла что этот мир, как говорил Прохопад не место для джентльменов а что этот мир, он мир иллюзорный, мир стяжательный и если душа пришла к такому пониманию к желанию, она приходит к духовному учителю получает духовную практику начинает практиковать и под руководством духовного учителя ей, если она занимается этой духовной практикой усердно усердно служит, возможно открывается ее духовная природа, духовная сварупа и она занимается свое естественное исполнение духовной цели это вкратце можно, конечно, расширять и расширять на сколько этому данный момент у нас еще есть сколько у нас есть? 5 минут ну может еще какие-то вопросы? на 5 минут у нас есть расскажите как продать душу дьяволу? как дьяволу душу продать? продать? да есть термия, что можно душу все-таки продать кому-то я с целью познать, что такое душа ну... кто такой дьявол? да это же дьявол ну вот как? можно понять, что дьявол он сидит внутри нас наше желание стяжать наше желание наслаждаться и находиться в иллюзии оно и есть и поэтому продавайте что там продавать? очень просто можно и так все продать только вот как только у нас появляется желание стяжать в этом материальном мире мы уже как будто хоть и себе не продаем просто люди бывают ну вот скажем они глобально поэтому зарубаются когда им глобально какое-то наслаждение присуще они глобально там вот заключают сделку по-говоре ну так и за миллиарды мало вот он уже ладно еще толкну народу в костер и это будет лучше да еще миллиард так понимаете, я просто просто ну для того чтобы отвечать на вопрос нужно понять что имеется в виду просто мы просто сказали в двух словах просто несложно понять какая миллиард народа туда какой костер зачем вы же ну у вас есть какая-то картина чего-то а я просто не просто по улице тоже иду думаю ну это вот размышляем тему смотри джип стоит вот значит если у меня есть такое желание получить этот джип я сделаю ради этого все что угодно вот это я уже значит продаюсь материальное что-то материальное продаю свою душу то есть я могу сделать что-то плохое ради этого джипа ну желание стяжать мы желаем стяжать джип там разные желания там джип джип там деньги есть более тонкие более извращенные желания там куча всего на самом деле это просто материальный просто такая клоака в которой люди там они занимаются всем чем только можно за все что только можно просто нам кажется что это так сложно продать постоянно все продают себя отдают там размениваются на всякое просто даже один из моментов что отказ от жизни ну вот этот размен идет иначе я вам предлагаю допустим у вас есть возможность сейчас начать жить духовной жизнью жизнь жизни святых ну практикующих святых значит и потихоньку потихоньку это позитивно и мы можем просто в меня сказать да мне нужно там еще понаслаждаться найти вторую половину это есть еще такой момент как привычки просто человек бывает уже настолько привык в этом материальном мире к этим вредным привычкам что ему просто трудно от них избавиться это другой вопрос на самом деле просто когда человек продолжает бороться с ними соглашающим да что такого пускай все это будет так все это получается знание дьявола как раз таки он продает ну получается знание дьявола понимает что дело ну и понимает что дьявол это мы сами и есть наше дьявольское сознание потребитель знание потребителя это нехорошо неплохо это просто так как есть за это даже осуждать нельзя это просто невежность на самом деле ну по большому счету ну как мы можем за это осудить кого-то что там кто-то хочет миллион там готов там кого-то убить за это ну с точки зрения вообще ну вечности жизни ну что такое там убийство ну покарми кому-то что-то дал потом ну придет конечно это просто ну взаимосвязь какие-то ну просто давно слышал лекцию Сиравадута ухода именно по этому поводу он говорит ну убийство это говорит ну ничто по сравнению с темы с грехом оскорбления когда нам говорят предлагают что чистое возвышенное а мы как бы отписнемся так и продолжаем жить так как жить это оскорбление это грех на самом деле что ну Господь он как бы предлагает нам самое лучшее а мы как бы не говорите как не говорится о слабости потому что слабость это другой момент а вот именно нежелание вот это принять или обосновать свои пороки так вогнать в какую-то духовную среду вот это это грехи на самом деле но эти божественные тоже там же живут по соседству божественные везде живут абсолютно то что жизнение властью и все божественные и все грехи человечества тоже божественные в каком-то смысле вот у меня такой вопрос вот получается что вот все слушаешь пытаешься вот себя настраиваешь там я образно говорю что допустим нужно рано вставать там то все молиться а внутри силы нету вот энергии что получается что нужно себя сначала наполнить чтобы эту силу использовать вот я так вот вывод для себя сделала что нужно начать молиться как начать с чего начать вот нужно вот например начинаешь что-то читать про себя думать и мозг начинает перемешать что что как бы как обуздать свой ум как вот с чего начать ну во-первых нужно понять что то есть вот я извиняюсь перебью вас что оно как-то с практикой наработается или как нужно или отключать какие-то эмоции вот что некоторые говорят что нужно молиться не вкладывая особо эмоции это что как-то машинально механически произносить вы на своем пути вы сделали сейчас у вас инициации нету? нет смотрите вы на сегодняшний день сделали для своего уровня глобальный шаг и у вас узнали необходимость этого понимаете это очень серьезный шаг вы почувствуете важность то что сил нет это не так страшно они придут процесс просто если вы начали искренне мы должны второй момент понять что сейчас то что вы молитесь повторяете мантру рано встаете это все демо версии духовной жизни вы находитесь в подготовительной стадии это нормально на самом деле все мы когда-то находились в подготовительной стадии у кого-то на год продолжается у кого-то 3 у кого-то 10 лет у кого-то жизнь будет продолжаться не суть просто находитесь в подготовительной стадии вы готовитесь духовная практика начинается с момента инициации духовного учителя То есть, понимаете, всю подлинность, когда полная версия включается, это когда вы получаете инициацию, вы получаете святое имя от духовного учителя. В любом случае, рано или поздно, каждому из нас придется столкнуться с таким моментом, потому что в какое-то время мы понимаем, что мы своими силами, невозможной силой, энергией не будет заниматься духовной практикой самостоятельно, а нужна помощь свыше. И на самом деле, духовный путь в своем подлинном смысле, это не путь достижения, это не путь того, что мы восходим на вершину, это скорее путь, это то, что мы понимаем свою немощность и бесполезность и просим о помощи свыше. И тогда, если ты мольба искренняя, нам приходит помощь свыше, и это будет подлинная духовная практика. Когда мы надеемся, потому что, понимаете, все остальное это будут попытки самоутвердиться в разных постах якобы духовной реальности, но это будет просто другая материальная реальность более тонкого порядка. Потому что духовное продвижение возможно только по милости Госпора. Потому что если Бог не хочет, чтобы мы шли по духовному пути, мы не сможем идти по этому пути. Понимаете, что делать? Все остальное будет некими там, ну, очень тонкими иллюзиями. Поэтому духовный учитель, он очень необходим для того, чтобы отделить вот эти вот тонкие иллюзии от нашего сознания. Потому что многие люди, они думают, что занимаются духовной жизнью. Причем многие, на самом деле. Сейчас зайти в эзотерический магазин, да, там 99,9 произведений, которые там, это просто люди друг у друга переписывают в разных вариациях. И что-то придумывают еще свое, там, вот такая йога, такая йога, там, так вот, такая духовная практика. Ну, это все, как бы, не имеет ничего подлинного. Подлинное, это когда подлинное святое не сходит с того мира, не являясь даже практикующим. Приходит и, как бы, начинает раздавать. Или сам Господь не сходит, раздает. И у каждого есть такая возможность встретить вопрос только нашего искреннего желания и искренности. Знаете, ничего другое не работает. Просто нужно понять, чтобы было что-то подлинное, должно что-то подлинное в нас быть. И просто иногда мы будем обманывать себя, иногда будем продвигаться, иногда так. Но, в любом случае, силы приходят в процессе. То есть, просто мы должны постоянно чем-то вдохновлять. Энергия приходит оттуда вдохновение, да, то есть мы вдохновляемся лекциями, писаниями, общениями с преданными, да. Даже махамантра нас вдохновляет. И мы должны, на самом деле, отследить такой момент, ну, когда дают посвящение, дается книжка. И там один из принципов Шаранакати, да, принимать все благоприятное, отвергать все неблагоприятное. Все благоприятное дает энергию, все неблагоприятное отнимают ее. То есть мы должны понять, что мы в своей жизни, но у нас много вредных привычек раз, у каждого свои. Мы в какой-то момент времени должны понять, где наши привычки отнимают нас сила. У кого-то сигареты, у кого-то кино, у кого-то там противоположный пол, там, у кого-то еще что-то. Ну, это вещи, которые отнимают нас кучу энергии. И потом мы в полной практике не можем заниматься просто. Понимаете? Поэтому мы должны принимать то, что нам, ну, допустим, благоприятно, как мы с вами общаемся, да, я говорю, читайте книжку такую, да, посмотрите лекцию такую, посадите на такой-то сайт, посмотрите вот это, пообщайтесь с таким-то человеком, сделайте такие-то вещи, там, предлагайте всю пищу Господу, не ешьте ничего, кроме просада, да. Это все благоприятные вещи, и мы даже эти вещи принимаем. Я, если, допустим, вам кто-то говорит, там, ну, ты очень много сегодня трудилась, очень много слушал, пойдем покурим, там, где-то там, по стакану водки выпив, там, да, пойдем в кино сходим, там, посмотрим, там, новый фильм какой-то хороший. Друг задумывается, принесет ли это реальный духовный пол. Потому что, казалось бы, это отдых, да, люди думают, что отдохнуть, посидеть, там, кино посмотреть. А на самом деле куча психической энергии уходит просто в этот фильм. И мы уже потом, на следующий день, не способны заниматься духовной практикой, потому что мы, наши переживания, они связаны с героями этого фильма, там, что они делали, мы там с ними сочувствуем, вся психическая энергия из нас выкачана. На следующий день нам трудно стать утром рано, правильно? Трудно читать мандру, трудно, там, какие-то вещи совершать, трудно сосредоточиться на книге. Ну, это... И вот еще один важный вопрос. У меня вот постоянно споры с мужем. Вот он считает, что для того, чтобы заниматься духовной практикой, обязательно вот нужно быть аскетом. Грубо говоря, отказаться от всего, чтобы не было никакой привязанности. И вот примерно такой образ, как вот сидеть в лесу и посвятить свою жизнь изучению духовных книг, молитвы. И что в условиях вот жизни, так, грубо говоря, с семьей в городе, вот у нас двое детей, что, ну, вот полностью заниматься полноценно этим невозможно, что вот... Правда, это невозможно? Ну, все индивидуально. Кому-то в лес надо уйти, кому-то в миру практиковать. Это... Он считает, что мужчина должен сделать выбор. Либо он посвящает свою жизнь семье, там, и какому-то росту материальному, да? Либо он духовному посвящает, а полностью, как вот, уходит в монашество и отказывается от всего. Ну, в монашество это такой очень редкий, на самом деле, момент, потому что он связан с определенными вещами. Потому что, ну, многие хотят уйти, но хотят уйти не для духовной практики, а просто от трудностей этой материальной жизни. Потому что семью нужно содержать, там, детей кормить, там, работать нужно где-то. И, ну, мы еще вначале говорили, что очень многие люди, они складывают некий стереотип, что жить в духовной практике, это именно вот речение. Вот речение жить в духовной практике, это тоже есть такое место, но это и живут единицы такой духовной практики. Для большинства людей такая практика не подходит. Для большинства людей подходит практика именно в миру, то есть. Да, потому что смысл-то, ну, идти в лес и думать о материальных наслаждениях, ну, какой в этом смысл? Лучше жить в миру и думать о Господе, и пытаться служить Ему. Там, воспитывать детей в сознании Кришны. Там, жене помогать в сознании Кришны. Совместно готовить просад, еще что-то там. Приходить в храм совместно, организовать какое-то духовное общество там. Ну, наш Парангуру, Шипсидар Махараш, он говорил такую вещь, что мы должны извлечь максимум выгоды из невыгодной сделки. Просто мы находимся здесь сейчас в таких-то обстоятельствах. Понимаете, что я делаю? Я сейчас не хочу сказать, что ваш муж прав или не прав. Просто мы в любом случае находимся вот сейчас, допустим, вот здесь. Я вот монах, а я быстрейный человек. Мы должны подумать, как мы можем жить в духовной жизни вот прямо сейчас. Потому что мы сегодня буквально с Шимат Бхагатом читали, там такой стих замечательный, что подлинная духовная практика, она не зависит от времени, места, обстоятельств, местоположения, языка, народа. Она может совершаться везде, всегда и при любых обстоятельствах, подлинная духовная практика. Ей может заниматься всегда и везде. То есть она не зависит от этих вещей, там лес, не лес, как бы. Вопрос нашего желания жить в духовной жизни. Понимаете, в чем дело? То есть, но если вы будете мужу так, ну, агрессивно говорить, он, скорее всего, поссорится просто. Нет, у нас так не происходит. Просто, как бы, ответа так и нет вот в голове, что вот можно найти только в золотую середину. Вообще, нужно просто брать и начинать с того, где вы находитесь. Вот делайте то, что вот вы можете сейчас. Вы можете там повторять манту в полтрам, повторяйте манту. Можете встречаться с преданными, встречайтесь с преданными. У нас же самое такое глобальное пожелание вам, чтобы вы познакомились между собой. Познакомились, почитали книги, договорились раз в неделю собираться, где-то читать книги. Вместе попеть немножко Харе Кришна. У нас вот есть преданная Анатха Банха, которая здесь постоянно можете с ним познакомиться, где-то собираться. Правильно? Попеть киртам раз в неделю.